Друзья, всем привет! Вы слушаете SDCast, 38-й выпуск подкаста разработки по его окрестностях. С вами, как обычно, я, КС Даймон. Сегодня у меня в гостях Александр Золотарёв, инженер, один из основателей проекта Maps.me. Привет! Привет! Ну, как всегда, вначале по традиции, Саша, расскажи чуть больше про себя. У всех, собственно, заинтересуюсь, как ты попал в наш айтишный мир. Всегда интересно послушать, как у всех это было. Ну, вообще, история длинная и долгая. Первое знакомство с компьютером, если не считать приставки, случилось в четвёртом классе, когда отец принёс компьютер Byte на основе The X-Spectrum. Там тоже сначала были игрушки, а потом стало интересно, как эти игрушки работают, какие-то попытки написать на ассемблере, даже что-то на том, на местном, на бейсике, понятное дело. Ну, и когда уже в школе постарше, в десятом классе, помню эксперименты с ассемблером, мы уже писали посерьёзнее всякие программы, и одним из самых интересных занятий у нас было спрятать копию игрушки Duke Nukem в компьютерном классе, где мы занимались, защитить её от удаления преподавателями. О, слушай, вот это прям, ну, как бы, такая же реальная задача, которую вот надо было как-то суметь решить уже. Да, то есть мотивация была огромная, потому что мы обычно после занятий оставались, пока в следующей группе давали теорию, мы оставались и играли, посетив Duke. Но чтобы это сделать, надо было как-то в те времена дискет, напомню, что там это были, какой же это был год, наверное, 98-й, по-моему, 97-й, были ещё дискеты, и если полностью игра удалялась, приходилось много времени тратить на её копирование заново по сети, ещё скорость 10 мегабит была. Ну да, да, да. Поэтому мы там всякие трюки применяли, скрытые файлы в файловой системе, защиту от удаления, резидентные перехватчики клавиатуры, кнопки delete, блокирование там, ну и так далее, всякие разные фокусы. Слушай, а как ваш, получается, преподаватель на всё это дело реагировал? А преподаватель был молодой, мудрый выпускник, по-моему, Бугуира, не помню точно, и он понимал, что это как бы только нас развивает, а преподаватель следующей группы была женщина, которая толком ничего не понимала, но особо нас там и не гоняла тоже, лишь бы мы не мешали, громко не ругались во время игры. Слушай, ну... Да, история интересная, там после этого я думал ещё, как же всё-таки в какой университет поступать, и после очередной какой-то вечеринки со своим школьным другом, коллегой, мы... Я пообщался с его братом старшим, который был в РТИ, на Ксисе учился, и он тогда сказал, что если ты не поступишь в Бугуир, это будет самое... Это Белорусский государственный институт радиоэлектроники, такой модный айтишный университет, если ты не пройдёшь курс бойца одного там известного преподавателя, такой у нас был Демидович, сказочная легендарная фигура, то ты, значит, не познал жизнь. Ну, я тогда определился, что всё, значит, вот так вот я хочу, чтобы моё будущее было связано с компьютерами, с программированием, в частности, и дальше пошло-поехало. На пятом курсе университета у меня был первый коммерческий проект начался, мы писали свой мессенджер, на то время был популярен такое приложение Trillion, оно объединяло в себе несколько разных протоколов. Сейчас даже до сих пор живо ещё, я тут... Может быть, да, кстати, я давно не смотрел уже, там под капотом тогда у Trillion было несколько разных готовых протоколов, а мы назвали свой проект «Мессенджер-2», я собрал команду, мы на своих компьютерах домашних перевезли их в какую-то квартиру и сидели, писали, дезасимблировали протоколы ICQ, AOL, Yahoo, ARC, но ARC был документирован. Но ARC-то, да, открытый, конечно. И MSN, по-моему, ещё. И тогда мы, я там почти год проработал, мы сумели не просто написать свою версию Trillion, но ещё добавили, это был 2004 год, по-моему, начало, добавили туда шифрование, конференц-связь, конференц-звонки. Я потом, когда оттуда ушёл, там ребята доделывали как раз ещё видеоконференции. То есть это как раз время, когда Skype появлялся. А что же в дальнейшем стало с этим проектом? В дальнейшем там проект финансировался одним английским каким-то стартапером, бизнесменом, но финансирование шло через несколько белорусских менеджеров, скажем так, которые, собственно, попросили меня собрать команду и реализовать проект и были как бы посредниками между заказчиком и нами, разработчиками-исполнителями. И эти менеджеры стали там делать какие-то странные вещи, и команда стала разбегаться, потому что не понравилось, как они там с ними работают. Ну, а я тогда, собственно, перешёл в крутую компанию, белорусскую, малоизвестную, но, тем не менее, крутую, где познакомился со своими будущими, со основателями, коллегами Maps.me. Это сразу после университета, получается, даже по распределению, можно так сказать, я попал в компанию CredoDialog. Она работала и сейчас работает, пишет ПО на плюсах, сложное ПО для проектирования дорог по ГОСТам в России, в Беларуси, в странах СНГ, в общем. По стандартам. Трехмерная цифровая модель местности, расчёт, там, куча математики, грунт, сколько надо выкопать, как, по каким правилам математическим, уклоны, повороты дороги и так далее, и так далее. Много-много математики, жёсткий, крутой был С++. И Юра Мельничек, и Витя Гавака, они там уже работали, мои кофаундеры. И я, когда пришёл, я такой был, типа, модный, я уже год писал на Крутых Плюсах коммерческий проект, думал такой весь, всё знаю, но ребята показали мне, что всё ещё впереди. Есть к чему стремиться, да? Там такой меташаблонный был С++, просто. Вот, Витя в качестве дипломной работы, ребята были не с Багуира, а были с крутого математического факультета нашего Белорусского государственного университета, с факультета прикладной математики. Витя в качестве дипломной, по-моему, работы писал, даже не дипломной, просто упражнялся, писал решения дифференциальных уравнений на стадии компиляции. То есть, просто вот на шаблонах в C++ на момент компиляции просто вычислялись сложнейшие какие-то диффуры. Да. Это было просто для меня что-то вообще совершенно новое. Слушай, да, это, конечно, такая высокая, высокая материя, я понял. Слушай, ну... Собственно, с ребятами сработались, давай я дорасскажу уже. Да, конечно, давай, конечно. Вот, но через два года работы было интересно, но хотелось как-то, ну, больше денег, скажем так. И я решил податься в мобильные технологии, там, в несколько других белорусских компаний. Попал тоже в основном аутсорс. Там писал код под Windows Mobile, разные проекты были, под Symbian. Был крупнейший заказчик в Европе, Vodafone на то время, Orange компании. Мы для них делали хоум-скрины на телефонах, то есть в прошивку прям делали экран, который видит пользователь. Там какие-то удобные действия, чтобы там посмотреть последние звонки и сделать быстрые действия. Тогда еще таши телефонов даже не было, они только-только появлялись. И мы занимались такими уже штуками с мобильными. И потом, плавно переходя к Maps.me, значит, в 2009 году я поехал на Кубу, так в качестве разминки, путешествовать с другом. Мы проехали пару тысяч километров на арендованной машине по Кубе. И я понял, что там совершенно было невозможно ориентироваться на местности никак. Потому что у меня тогда была какая-то старенькая Nokia. Там вместо карты Кубы... Nokia N95, по-моему. Там вместо карты Кубы была одна дорога только, магистрат. И GPS ловился, ну, там очень долго, то есть там ничего не работало. Вот. А мы поэтому взяли скан бумажной карты. Я нашел, по-моему, Ozzy Explorer. Софт такой есть под... Да-да-да-да, конечно. Вот. Взял, подключил к ноутбуку своему виндовому GPS внешний, блютусный. Туда вот этот скан карты Кубы какой-то прицепил. И мы вот с таким устройством в машине навигировали. Это было, конечно, жесть. Ну, не зная еще языка испанского. Ну, я почему клоню? Просто приехав, еще посмотрев, карты Беларуси тоже не было в телефоне, в Nokia моей тогдашней. И когда в 2010 году Юра Мельничек позвонил мне, он тогда работал в Гугле, говорит, слушай, тут есть идея, короче, вот OpenStreetMap, есть такие карты, данные, картографические, открытые. Как Википедия, только вот про карты. Они сейчас сильно бурно растут, и за ними будет будущее рано или поздно. Вопрос только времени. Вопрос, когда они станут качественнее Гугла. Уже сейчас там кое-где получше, чем Гугл, например. Не хочешь ли сделать удобные, классные карты, которые будут работать без интернета? Вот. Я сразу согласился, потому что только что приехал с Кубы, и всю эту боль как раз прочувствовал. Вот. Путешествие, когда вот у тебя всегда все под рукой, когда все есть, все работает, независимо от интернета. На Кубе, к слову, была, мобильная сеть была только в столице и еще в одном городе. Вот. И было две Wi-Fi-точки на всей Кубе в Гаване. Тогда, в 2009. Ну да, то есть, в общем, оффлайн-карты, как бы хорошие оффлайн-карты просто. Без них вообще грустно было очень. Да, согласен. Слушай, ну, тут как раз вот ты даже, да, уже подошел к тому, рассказал немножко, как оно все зарождалось, да, примерно, в какие года. Расскажи немножко подробнее уже, как вы вот собрались, с чего вы начинали, как вы, на чем писали, вот какие-то такие. О, это крутая история. В общем, мы собрались на квартире и решили, что вот каждый взял отпуск или отпросился с работы там на месяц примерно, плюс-минус. Вот, по возможности, у кого как получилось. И мы решили, попробуем сделать сначала прототип. Если получится, то дальше будем двигаться вперед. Вот. И за месяц у нас получилось на тогдашнем старом iPhone, iPhone 3G, по-моему, еще была тогда модель, самая топовая, у нас получилось запустить кусочек карты Минска в центр Минска, Минск-Пассажирский. Он сейчас до сих пор у нас в Гитхабе лежит, как тестовый кусочек карты. Мы на нем наши юнитесты все гоняем. Вот. И карта была черно-белая. Она медленно рисовалась, так, ну, не супербыстро. Но мы понимали, что прототип получился, потому что наши идеи работают. Даже какой-то простой поиск был сделан по этому делу. На iPhone все работает. И вопрос только дальше применения наших инженерных знаний. Нас не было в команде ни одного опытного бизнесмена, но зато были все матерые инженеры с специализацией в разных областях. Юра был специалист по алгоритмам, особенно по алгоритмам сжатия. Витя был специалист вообще сложного софта, архитектуры сложных приложений. И в целом по C++ любую задачу знал, как развернуть, как ее эффективно сделать. Он главный архитектор был в кредодиалоге, к слову. Ну да, очень круто. Вот. Я был спец по мобильным технологиям и по тому, как слепить все, что нужно в одну коробочку, чтобы эта коробочка хорошо работала. Вот. С нами были еще несколько ребят. Вот мы... А там один был специалист по графике, ну и еще один был специалист по поиску. Вот. И мы тогда начинали, попробовали вместе. Вот у нас получилось. Ну и решили двигаться вперед. Вот. Потом с ребятами мы уже в процессе расстались по разным. Вот. Ну а до сегодняшнего момента вот мы втроем дошли. Я, Виктор, Юра сейчас вместе. Так. Слушай, смотри. Ну и, в общем, вы сделали, соответственно, какой-то и под iOS приложение, да, и про серверную, соответственно, у вас был большой кусок, потому что без этого-то как бы прототип бы не стал прототипом. Ну, в прототипе, понятное дело, не было серверной части. А, вы сделали только приложение, ну тогда загрузили уже готовый кусок, собственно говоря, да, по сути? Да, да, да. Мы изначально придерживались концепции, что все, что можно считать на клиенте, лучше считать на клиенте, выполнять на клиенте, потому что это позволяет гидко все поддерживать, не сэкономить на инфраструктуру серверной, на ее поддержке и так далее. Вот, поэтому серверную часть пришлось делать. Я, кстати, полностью всю ее делал и админил, и масштабировал потом позже, занимался хостингами. Пришлось делать ближе к релизу, к первому нашему, который уже в апреле 2011 года случился, под iOS. И там, конечно, да, приходилось... Мы сделали, запроектировали интересную систему, чанковый загрузчик по HTTP, то есть каждый файлик у нас качался в несколько потоков, по одному потоку на каждый сервер. И, ну, понятное дело с докачкой, потому что карты у нас... Карта всего мира на тот момент занимала 4,5 гигабайта, по-моему. Ну, это если все размеры всех стран загружаемых сложить вместе. Ну, какие-то конкретные страны, там, Россия, например, была целиком занимала... Потому что было хорошо в ВОСМе нарисовано, занимало порядка 600 и 500, кажется, мегабайт, не помню. Так, а у нас были небольшие перебои со связью, поэтому продолжаем разговор. Значит, скажи, вы из ОМС, опыта, точнее, стритмапа, брали только данные и дальше уже, естественно, на своей серверной стороне их обрабатывали и отдавали уже вашим клиентским приложениям, да, я как так понимаю? Да, у нас был один сервер, он стоял у Юры дома, под столом. Мы купили сами его один раз, там, достаточно мощный, в принципе, компьютер. На нем делали сборку полностью версии данных для каждого релиза. Брали сырые XML-данные из OpenStreetMap со всеми географическими объектами, эффективно их пытались сжимать в наш собственный формат, и получалось, собственно. Вот, и формат был оптимизирован под быструю вычетку с устройства, именно с диска, потому что были ограничения по памяти на iPhone, на старые, на iPad тогда, и мы, собственно, старались максимально эффективно делать каждую компоненту. И сам формат по размеру, чтобы был эффективный, и чтобы быстро код умел его отрисовывать на экране карты. Ну, а потом эти данные с этого сервера я разливал по разным нашим нодам уже, которые просто HTTP, NGNX, просто раздача файлов, чанковая по HTTP. То есть у нас не было сложной логики никакой на сервере. За единственным, может быть, исключением, это компоненты, которые мы называем мета-сервер. Компоненты, она была написана на языке Go. Уже тогда? Для Google App Engine, да. Это было сделано тогда, и более того, это было очень удачное решение, потому что эта компонента до сих пор у нас работает без значительных изменений. Она не идеальная, конечно, есть много возможностей улучшения, но эта компонента позволяла, сейчас позволяет опрашивать ноды раз в минуту с каким-то интервалом, и если нода отвалилась по любой причине, перегружена, то она переставала отдавать эту ноду клиентам. Ну, такой управляющий, по сути, сервера. Оркестрация некая. Да-да-да. То есть просто распределение большого количества клиентов как-то более-менее эффективно как-то по нодам. То есть, получается, у вас все клиенты, они изначально ломятся на эту ноду и запрашивают, откуда им уже брать данные, по сути. Да, по сути так. Причем получается удобно, что эту компоненту можно независимо как-то допиливать, дорабатывать. Но в клиентах на всякий случай зашиты какие-то несколько базовых урлов, которые, если вдруг мета-нода недоступна, то они пытаются ломаться по каким-то дефолтным маршрутам тогда. Ну, это уже так. На случай войны, кстати. Которое довольно часто происходило в разных странах по всему миру уже наши пользователи. Мы получали разные сообщения об ошибках, о проблемах загрузки. Где-то у кого-то провайдеры банили, например, серверы Гугла. И приходилось вот тогда разбираться, даже помнится, это уже потом, когда мы в прошлом году, например, когда в мейле уже были, админы мейла связывались с провайдером, с админами провайдера, и просили их там разобраться, почему некие сетевые маршруты, там у них на роутерах внутренних рубят клиентам дорожку ко всем нашим нодам и к нашему мета-серверу. Там просто какие-то вообще разборки были. А у нас много колов было в маркете из-за этого. То есть люди ставят приложение и не понимают, почему карты не качаются. Ну да, и сразу, соответственно, да, минимальная оценка, и ребята что-то тут фигни по какой-то сделали. Да, ну мы разрулили тогда, разобрались, провайдер там вроде починил, пользователи остались довольны. Мы, кстати, с самого начала проекта ввели очень клевую практику, которую рекомендую всем, вообще всем стартаперам, и не только, и крупным компаниям. Мы отвечали на каждый имейл. Причем первое время вообще я лично отвечал, ребята лично в команде отвечали. Это потом мы искали людей уже в команду на саппорт, на поддержку. Очень классные девчонки, ребята приходили к нам. И даже до сих пор сейчас отвечаю на некоторые письма лично. И когда недовольный пользователь превращается в довольного после твоего ответа, еще и ходит рассказывать всем, как ему быстро ответили, какая классная программа, то, что лично инженеры отвечают, быстро решают, помогают вопросы, это сыграло большую роль в распространении знаний о том, о существовании нашего проекта. Такое сарафанное радио, в общем-то. Да, да, да. То есть, по сути, именно чуть ли не самую главную роль в популярности Maps.me сыграло именно такое сарафанное радио. Потому что на маркетинг мы не тратили много денег. Первый Алена Миронович, наш директор по маркетингу, пришла к нам в 2012, по-моему, начале 2012 года. И несколько лет с тех пор мы на маркетинг не тратили космических сумм. У нас расход в месячный бюджет был на маркетинг чуть ли не сотня долларов, может быть, две максимумы все это время. И понятно, что она делала хорошо свою работу, блокпосты всякие разные, там, из интересных историй, например, на forpda.ru у нас до сих пор есть тема, где пользователи Maps.me качают, ставят, вот. А некоторое время у нас была платная версия, точнее, даже две версии, платная и бесплатная. Бесплатная существенная функциональность, платная был оффлайновый поиск, мы потом прикрутили, возможность помечать любимые места в закладочке, такие ставить звездочки. Что-то еще мы там добавляли, и она стоила 5 долларов. И понятно, что на forpda выложили бесплатно версию, бесплатную. Ребята ее активно поддерживали, а мы вместо того, чтобы там жаловаться, как-то ругаться, мы тоже просто поддерживали. Нам ребята стали постить туда баги, просьбы всякие, мы им отвечали, там, пиратите и пиратите, хорошо. Ну и все-таки не так много все же было, поэтому как бы... Ну, в целом, да, картинка была интересная, то, что в 2012 году у нас было уже там порядка сотни тысяч установок, вот, и там интересно, мы когда платную версию выпускали, как раз первую платную версию, я выступал в Вильнюсе на конференции для стартапов, рассказывал про проект, и мы там заняли первое место, выиграли приз поездку в Силиконовую долину на стажировку на три месяца, на два месяца, как бы в бизнес-акселератор. Вот. И я как раз со сцены рассказывал, что вот пока я вам тут рассказываю про наш проект, мы уже заработали свою первую, там, сколько там, я не помню, в первый день у нас был, Apple хорошо так-то пиарил, первую тысячу долларов. Вот. На второй день повторял пич уже финальный, как бы, вот вчера было тысяча, сейчас уже две. Это было так здорово. То есть мы, на самом деле, мы несколько лет, получается, работали полностью, вкладывая свои личные деньги, средства и время. Вот. Я вообще, у меня не было других источников работы, доходов. Вот. То есть свои сбережения, помощь друзей, родителей. Вот. А ребята, кто-то где-то работали еще некоторое время в других компаниях, чтобы как-то финансово поддерживать. В какой-то момент все равно же переключились, наверное. Да, да. Только вот, получается, в 2012 году, или в 2011 году, ближе к концу 2011 года, вот, ребята, полностью ушли с остальных проектов, потому что увидели, что есть возможность как-то вот копать дальше самим. Ну да, и при этом еще, в общем-то, не оставаться, так сказать, в докладе и где-то там. Да, да, да. То есть на что жить. Ясно. Слушай, ну, давай немножко сейчас так, наверное, в технологический такой область углубимся. Всем, я думаю, интересно послушать, так сказать, на чем все там построено. Вот ты сказал, что вы там, у вас там коллега, который всякие алгоритмы сжатия, соответственно, там чанковая загрузка, вот такие интересные решения, которые вы там, я думаю, сами продумывали, там их разрабатывали. То есть у вас свой формат, соответственно, ну, протокол, по сути, да, общения, там какое-то, хранение, там, не знаю, обработки чего-то. Расскажи, как вот, в принципе, на чем все это, ну, то есть там серверная часть какая-то там на C++, соответственно, так если говорить издалека, на каких там языках, там, фреймворках, то есть технологии все это базируется. Да, очень интересная тема, на самом деле. Я до сих пор горжусь подходом, который во многом, как бы, я сам и выбрал, и определил с самого начала разработки. Когда мы собирались сделать прототип, стоял вопрос, как нам эффективно все вместе работать, потому что у большинства были ноутбуки с виндой, а под айфон на винде, понятное дело, писать нельзя. Ну да, можно в любом случае Mac, только там, Xcode, все дела. У Юры, у Юры был тогда как раз Macbook и айфон, вот, у него одного, а разработку надо было вести, как говорится, вот, ну, сделать код под айфон, а сразу бежать в магазин за ноутбуками новыми, как бы, ну, не было ни времени, ни возможности, мы только прототип начинали делать. Ну да. И как решить эту проблему? Мы решили очень просто, выбрали в качестве среды для разработки Qt, Qt Creator, он работал отлично и под Linux, и под Windows, и под Mac, и в качестве утилиты для сборки, ядро мы решили, конечно же, писать на плюсах, потому что все матерые плюсовики, никаких даже вопросов не было, на чем писать ядро в приложениях, вот, что ядро собирается в статические библиотеки через Qmake, Qmake в качестве билд-системы сборочной службы, вот, а дальше айфон-проект в Xcode, где кодируется только UI, собственно, контролы, какие-то там кнопочки, он просто подлинковывает эти статические библиотеки и использует код C++ для вызова ядра, собственно, и коллбеки для реализации функционала, вот, и потом похожую методику примели под Android, то есть там надо было Java связать C++, ну, понятно, там под Android есть GNI, слой, и NDK приходилось прикрутить, там с этим отдельные были вопросы, но в целом система легла, есть у нее легла в смысле хорошо, хорошо полетела, есть какие-то там минусы, нюансы, там со сборкой можно сделать быстрее, то есть если напрямую, например, все файлы проекта добавить в Xcode и сразу собирать из Xcode, понятное дело, что соберется быстрее, там ребята у нас уже для эксперимента на GitHub сделали отдельный проект Xcode, который как бы так и делает для удобства разработки некоторых членов команды, они сразу собирают все целиком из одного Xcode, потому что быстрее время билда происходит, но в целом архитектура сборки под C++ отдельно в Qt Creator позволила нам удобно и тогда, и в будущем, и в настоящем разрабатывать, делать хорошие юнит-тесты для адра, удобная в целом среда. когда изолировано, конечно, то есть ты там не зависишь от UI и можно спокойно юнит-тестами покрыть. Да-да-да, то есть у нас матерые плюсники, ядерщики, они сидят себе в Qt-креаторах, кто-то на Linux сейчас, кто-то на Mac, и спокойно собирают, юнит-тестят самые важные там наш core-функционал, например, оффлайновый поиск, там много разных сложных алгоритмов сейчас применяем, чтобы компактно хранить, быстро искать, тоже формат хранения вычетки данных, там много вспомогательного кода, обвязочного какого-то библиотеки, все это достаточно хорошо проюнит-тестировано сейчас, и, ну, в целом, правило такое, что если пишешь какую-то C++ компоненту, старайся к ней сделать юнит-тест, иначе, что это такое? Слушай, а вы сразу как бы тестами писали тесты, или все-таки вот на стадии прототипа, понятное дело, ну, просто проверили, а уже потом как бы взяли за правила? Сразу писали тесты, сразу писали, сразу продумали структуру проекта, чтобы было удобно добавлять новые юнит-тесты и их запускать, и так как у всех был опыт такой, какой-то за плечами уже, там, у Юры и еще одного человека был опыт Google, у меня там какие-то свои другие конторы, вот, но когда приходят ребята из Google, у них обычно всегда первое, что пишется, это юнит-тест, и это правильно, это очень здорово, вот, другую супер важную технологию для разработки мы начали применять, к сожалению, не с самого начала, чуть позже, но лучше поздно, чем никогда, как говорится в одном из анекдотов. Это ты сейчас про что? Это я говорю про код-ревью. Вот, так, да. Код-ревью, это просто, просто манна небесная, не знаю, как это назвать, потому что мы ее стали применять перед выпуском Android-версии уже в 2012 году, и она спасла нас от огромного геморроя и кучи головной боли, потому что некоторые очевидные вещи, когда ты просто сам можешь не заметить в своем коде, просто взгляд со стороны коллеги может предотвратить большое количество потенциальных или конкретных вполне себе ошибок, и просто какие-то нюансы с архитектурой, например, реализацией, подходом выбранным для реализации задачи, и так далее, и так далее. Поэтому у нас сейчас код-ревью, это обязательное условие, у нас без код-ревью не мержится ни один реквест, обязательно, ребята, один, либо несколько человек, других, смотрят код, комментируют, пишут, как в Гугле принято, LGTM, looks good to me, и тогда можно мержить. Ясно. Слушай, ну вот я тоже как бы некоторых пор понял, что код-ревью очень классная вещь, и везде стараюсь ее, во всех, так сказать, подконтрольных мне направлениях ее внедрить, потому что действительно штука очень классная. Вы сейчас, наверное, у вас все на GitHub, так понимаю, вы там ревьюете, ведь у вас же, вначале у вас, в принципе, закрытый был проект, да, вы как бы какие инструменты использовали для код-ревью в те времена? Вот, это очень хороший вопрос, ты затронул. Мы сразу прототип начинали на Bitbucket. Вот, почему на Bitbucket? Потому что я тогда активно на предыдущем проекте использовал Mercurial в качестве системы контроля версий, и просто в двух словах рассказал ребятам, как им пользоваться, все поняли, вопросов особо не было, окей, стали использовать Bitbucket. Но, когда у нас за месяц несколько раз были какие-то проблемы с ним, а потом случилась потеря данных в репозитории на стороне Bitbucket, то есть клонируешь репозиторию, а он битый, оказывается. Мы поняли, что это так дальше не пойдет, и резво перешли на Git, на GitHub. Вот, ну, пришлось, понятное дело, заплатить какую-то там копеечку, чтобы приватные репозитории на GitHub сделались, но это полностью себя окупило. То есть, на самом деле, у нас все время шла разработка на GitHub, вот, когда мы стали частью Mail, Mail.ru, мы перевели проект GitHub на корпоративный GitHub в Mail, вот, а потом, после, получается, в конце 2015 года, ближе к концу осенью, мы выложили весь код в Open Source. Это, и само по себе, это решение было нестандартное для многих проектов, но очень крутое и правильное, на мой взгляд, глобально, потому что что бы сейчас не случилось с проектом, там, лицензия Apache 2.0 позволяет кому угодно там, как бы, развивать дальше форк, делать с ним что угодно, как бы, дорабатывать, вот, и мы получили уже очень много pull-request'ов с улучшениями, в основном, конечно, локализации языков, переводов каких-то, но и, там, доработку нашей API и так далее, народ подключается, используют, другие разработчики, кроме нашей команды, подключаются, используют, это так круто, здорово. Вот это, так как мы затронули этот момент, вот со своей стороны, да, еще раз, может быть, чуть поподробнее, расскажи, вот как бы, что не надо бояться там выкладывания проекта в open source, и что вот он вам принес после того, как вы выложили. То есть, многие, знаешь, как бы думают, а, сейчас выложу в open source, все стырят, сделают там, другой шилдик приклеят, и все, и капец всему нашему проекту, вот. Ну, на самом деле, истории с приклеиванием шилди к проекту у нас были несколько раз, но в основном народ брал наши готовые бинарники или АПК-шки под Андроид и выкладывал в какие-то марки под своими какими-то именами, там, перекомпелял АПК-шки, заменял ресурсы в Андроиде, например, и выкладывали как свои приложения. такое, да. Нет, я думаю, что по-взрослому, что прям, знаешь, как там, ну да, болгенос тоже хорошо взять там. В целом, это все зависит, конечно, от проекта и от того, что у вас, как используется и какие ваши личные цели. То есть у нас была цель ускорить развитие проекта, упростить работу с ним и так как мы работаем с OpenStreetMap, а это открытый проект, логично, что лучшая платформа, клиент для OpenStreetMap должна быть тоже открытой. Мы как бы за открытый мир и понятно, что за этим будущее, но в нашем случае нам было несложно принять это решение, потому что у нас уже был хорошо прокачанный бренд. На момент OpenStreet у нас было, я сейчас точно не помню, но что-то порядка там уже наверное может 15 миллионов загрузок установок по всему миру в кучу стран. То есть так просто уже даже если ты скопируешь, возьмешь код, переименуешь приложение, будешь его выпускать, выдавать за какое-то свое, уже так просто нас не догонишь. Ну да, в общем в целом да. Поэтому как бы мы в нашем случае просто не сомневались, что это правильное решение, вот руководство Mail.ly это кстати поддержало, что несколько срывает какие-то стереотипы про Mail.ru. В этом смысле как бы они пошли навстречу и за это им огромное спасибо, конечно, потому что это правильный, эффективный, естественный путь развития проекта. Ясно. Слушай, ну а расскажи еще, знаешь, как у вас поменялась разработка в связи с выходом в open source, я имею в виду в каком плане, что ну вот у вас была там своя команда, кстати говоря, насколько она там была велика, как она тоже развивалась, там в начале вот ты говоришь, там трое у вас было, да, там чуть больше, там пятеро, шестеро, просто как у вас вот сколько было человек, с чем вы как занимались с точки зрения распределения ролей, то есть кто за какие компоненты отвечал и как вот когда все выложилось в open source, ведь там сразу там код-ревью, да, уже Merge Quest, если ты говоришь, пошли, то тут, ну насколько увеличилась там и нагрузка с точки зрения всего этого, надо же работать там как вот сообщество, ну взаимодействие с сообществом, то есть там просто игнорировать, нет, да, запросы на новые фичи, там вот там, пятое-десятое, как все это вот завертелось, расскажи. Ну оно всегда вертелось, я просто всегда в разных, да, с разной стороны, так сказать. Всегда приходило много писем, я до сих пор смотрю, просматриваю, как бы, может не полностью, но многие письма на саппорт, на нашу e-mail, какие-то корпоративные приходящие, в том числе от разработчиков с разными просьбами, вот, но когда выложили на GitHub, понятно, что прямо через интерфейс GitHub стали постить issue, фичи, пожелания, тоже реквесты, вот, пока у меня находится время просто по мере возможности эти вопросы закрывать, отвечать на них, и, наверное, в целом, просто я привык за время работы над проектом использовать важную такую хак личный, если можешь что-то сделать за две минуты, бери, делай, не откладывай, тогда как бы не накапливается какой-то хвост странных дел, которые там непонятно, как решать, то есть я всегда, у меня всегда пустой инбокс, я всегда отвечаю либо сразу, либо помечаю флажком письма, что вот надо тут написал, кстати, позавчера написал один разработчик, говорит, у вас пример, который в опишке вашей на GitHub, он что-то там не работает на iOS 9, я пометил флажком, вот буквально до разговора сейчас с тобой открыл, за 15 минут посмотрел, исправил, действительно был какой-то момент, залил свежую версию, все, вопрос решен, и так вот такую же культуру пытался, развивал вот с командой, потому что команда у нас росла постепенно, конечно же, за, когда я взял контроль проекта под свои руки, вот, в 2012 году, вот, мы съездили в Калифорнию, там пытались взять инвестиции, после этого, когда тогда не получилось взять, никто не верил, что вы конкурируете с кем, с Google, с Apple, Apple Maps, Google Maps, да, ну, ребята, вы, наверное, шутите, как бы смешно, вот, ну, сейчас уже не смешно, но уже как бы, вот, и когда вернулись оттуда, я понял, что надо, важно, какую команду ты соберешь, так и дальше полетишь, вот, и мы собирали лучших ребят, искали собеседований, у меня опыт был большой собеседований с предыдущих мест работы, я лично собеседовал несколько сотен человек, там, больше 100, 150, может быть, когда искали вакансии, закрывали какие-то другие, и, вот, подбирал разработчиков, лично, переманивал, хороших разработчиков, прямо была интересная история, пошел на корпоратив, одной белорусской аутсорс-компании, вот, и там просто, как говорят ребята, станцевали вместе, вот, и потом разработчик настолько впечатлился, что вот пришел к нам, ну, здорово, там, конечно, ребята, команда была крепкая, хорошая, вот, и сейчас, когда мы пришли в Mail, тоже у нас сформировалась хорошая команда, не все ребята из Минска смогли переехать, после, в ноябре прошлого года, когда мы закрыли сделку с Mail, вот, часть команды осталась в Минске, вот, но, поэтому мы набирали большую часть уже инженеров в Москве, уже здесь, ага, да, и, к слову, нашли хороших, толковых ребят, вот, я просто горжусь нашей командой сейчас у нас, сейчас у нас уже даже такая немножко распределенная, то есть, команда получается, да, то есть, ты говоришь, там в Минске осталась, нет, нет, удаленно у нас работал один только разработчик, который графику нам делал, но сейчас он уже прекратил удаленную работу, он пошел там в другую компанию работать, и у нас сейчас вся команда полностью сидит в Москве. А, вот так вот. Вот, так что. Понятно. Слушай, ну, расскажи, тогда, вот, там, до сих пор у вас сейчас все остались все те же, там, то есть, QT, Creator, все так же? Да, все то же самое, вот, сидим, пишем, юнитестируем, собираем, там, проверяем, у нас сейчас появился авто, сервер автобилда, наконец-то, автосборки, вот. Ну, всякие такие, больше девопские, так сказать, там, вещи у вас, больше, то есть, развиваете, потому что, как бы, основное это ядро, вроде уже понятно, да, здесь вот скорее больше такие, там, автотесты запускать, автоматический. интеграционные тесты появились, когда мы сделали оффлайновый роутинг, надо было же проверять, как он работает, а так как в нашем случае интересная проблема, пришлось решать, мы же качаем страны локально себе клиенту в оффлайн по кусочкам, то есть, ну, условно говоря, один регион России и там другой регион России, или там Беларусь и соседняя с ней, например, Польша. И надо, получается, эффективно роутить в оффлайне между этими странами, вот, между этими картами скачанными, вот, приходилось решать такого порядка задачи, вот, и, понятно, их надо как-то было тестировать, и уже это не юнит-тесты, а уже идут интеграционные, где-то функциональные там тесты, вот, которые запускаются, могут занимать порядка даже нескольких часов, смотря какие там у вас тесты, вот. И в этом плане тоже хорошо, потому что видно, когда что-то где-то поломалось, там, сразу тебе приходит письмо, там, сломалось вон там и там, удобно. Слушай, а расскажи просто, какие еще вот были такие интересные, там, задачки или сложности, которые вот приходилось решать в процессе там, ну, так, что можешь вспомнить интересного за историю, ты вот рассказал там, говорю там, что пора сжать и еще что-то, ну, вот какие-то такие интересные штуки. Ну, вообще, много всяких разных интересных задач, вот, сейчас задача, не знаю, насколько интересная или неинтересная, но важная, вот, я заканчиваю сейчас задачу редактирования данных на карте. Вот, и тут пришлось столкнуться с интересной проблемой, то, что мы изначально разрабатывали и оптимизировали все наше ядро под просмотрщик данных. Ну да, под чтение. Но не под редактор данных, вот, и были идеи редактировать карту прямо на телефоне, то есть, вот эти вот оффлайновые сжатые карты, их на телефоне перегенерировать прямо вот при любом изменении, и, ну, понятное дело, потом эти изменения закачивать обратно в OpenStreetMap, ну, очевидно, чтобы улучшать основную базу. Но, технически оказалось, это not feasible, как говорят, потому что памяти требовалось довольно много, и процесс, самое главное, занимал довольно большое время. и, собственно, батарейка съедалась, потому что процессоры хорошо нагружались на устройствах. Вот, поэтому мы решили правки хранить отдельно, и их вот как-то на лету аккуратно применять на поверх уже существующих вот статических данных, сгенеренных наших карт. Вот, там много отдельных таких каких-то нюансов. С графикой у нас, например, было очень много вопросов. Мы полностью переписали свою графическую библиотеку, и там тоже использовали разные особенности нашего формата. Ну, наверное, самые интересные вещи, вот, если сходу так подумать, я когда-то давал несколько технических презентаций по тому, как именно мы храним сжатые наши данные, стараемся локализовывать, если видимая область карты на экране пользователя, очень было бы удобно для скорости хорошо, когда она лежит на диске последовательно. То есть, когда ты двигаешься, запрашиваешь, и они чтение последовательное, чтобы было. Да, да, тогда очень хорошо работает просто дисковый кэш какой-то там, ну, дисковый, в смысле, на устройствах там. Вот, и из-за хорошей локализации, вот, все алгоритмы и отрисовки, и поиска поверх этих данных, вот, они работают как-то очень эффективно, хорошо. А еще из технического такого интересного, что можно вспомнить, надо было, наверное, подготовиться заранее, список составить. Много всего, конечно, было. Сейчас, может быть, по ходу разговора я сейчас еще что-то вспомню, тогда скажу. Ну, хорошо, да. Ладно, расскажи, то есть, куда сейчас, так сказать, что вы, какие планы у вас там по дальнейшему развитию проекта, чем вы сейчас, ну, ты рассказал уже там про редактирование основное, такое моменты, да, интересное просто, что еще там, ну, iOS, вроде как, мобильная платформа уже есть, там, там, 3D вот у вас там, если я правильно помню, появилась недавно, то есть не 2D карта, там 3D что-то такое было. Вот расскажи тоже, что вы там интересного делаете, куда движетесь? Ну, вот сейчас мы заканчиваем супербольшой по нашим меркам релиз, который включит сразу три новые фичи. Это будет редактор данных, это будет новый наш поиск, потому что текущий поиск не учитывает точную информацию об адресе в OpenStreetMap. То есть, если в OpenStreetMap задан точный адрес какого-то конкретного дома, его номер, его улицу, например, то старый поиск, ну, который сейчас старый, тот, который сейчас в маркетах доступен всем пользователям, да, он найдет этот адрес алгоритмически, то есть он сканирует улицу, рядом близлежащие дома, и дальше матчит только по номеру дома. Вот, информацию об улице он не хранит. И из-за этого иногда, если дом принадлежит другой улице, он ошибочно выдается в результате поиска, например. Ну, угловые дома, вот, да, то есть, да, да, то есть, и люди постоянно жалуются, вот, ну, это было связано с особенностью форматом хранения данных, вот старой версии поиска. Новый поиск уже умеет эффективно, мы там поменяли структуру хранения поискового индекса, умеет эффективно хранить точную информацию об адресах, об улицах за объектами. Вот, и по сути, без заметного увеличения размера данных, даже, по-моему, ребята говорили о каком-то небольшом уменьшении в сумме, вот, мы научились хранить дополнительную информацию в поиске, вот, там сейчас немножко его надо шлифануть, сейчас ребята работают над ранжированием результатов, вот, а там есть куда расти еще. Вообще, сама задача ранжирования, кстати, тоже интересная инженерная проблема, когда у тебя пользователь вводит что-то в поисковой строке, а мы не разбиваем же на специальные поля, поле введи сюда улицу, сюда введи город, сюда введи... Ну, да, это задача геокодирования, я как раз про нее тоже хотел спросить. Да, да, вот, мы распознаем, пытаемся распознавать вот строчку, как Google делает, собственно, по аналогии, и вытягивать из нее, что это такое, это имя объекта, или улица, или может быть город, а может быть тип объекта, например, кафе или ресторан, вот, и уже исходя из этого, дальше что-то делать. И задача ранжирования, тут приходится учитывать и вьюпорт, то место, куда смотрит пользователь, возможно, он ищет там, но может быть он ищет и по, вокруг своей позиции, где он сейчас находится, если есть позиция. Ну, да. А может быть, если замачивался какой-то город, например, то может быть он ищет и в районе того города. И тут есть всякие интересные кейзы, например, гостиница Москва. И вот это может значить много разных вещей, как гостиница Москва рядом с тобой, в том месте, где ты находишься, так и гостиница Москва в городе, куда ты смотришь на карте, так и все гостиницы в городе Москва, ну, да, да, так и гостиница Москва, например, в городе Минске, потому что в Минске есть такая гостиница. То есть, такие задачи в аранжировании, что показать первым, что выше в результатах поиска, что ниже, вот мы тоже сейчас решаем. Еще приходилось для того, чтобы увеличить эффективность нашего поиска, в частности, и какого-то бизнес-маркетингового анализа поведения наших пользователей, одна из задач, которую мне пришлось решать тоже, это написание своего механизма статистики. Вот. Я ее сразу сделал open source. Сразу скажу, что там есть куда расти, то есть она, понятное дело, не идеальна, но свою задачу выполняет. Модуль позволяет эффективно логировать данные как из-под iOS проекта, из Objective-C, так и из-под Android, так и напрямую из C++. Ни одна из известных мне сейчас реализаций статистик готовых каких-то не позволяет на транспортном уровне решать эту задачу. То есть надо либо из C++ пробрасывать вызовы куда-то там в Android или в iOS, чтобы отправить какие-то данные, либо самому что-то писать с нуля. Ну, мы сделали такую реализацию, и она работает, понятное дело, в оффлайне тоже накапливает какие-то данные. Мы используем анонимизированную полностью статистику, просто чтобы улучшить качество поисковых запросов, и чтобы понять… А что вы вот в этой статистике собираете? Ну, то есть, в основном говоря, где, когда, что пользователь вводил, нашел, не нашел, вот как бы просто, ну, чтобы понимать. Да, статистику по поисковым запросам, что ввелось, что, куда кликнулось, что нашлось, что не нашлось. Какую-то статистику по действиям пользователя, то есть установил приложение, нажал Zoom+, например, выбрал какой-то объект на карте, чтобы впоследствии восстановить паттерн поведения и разобраться там с важными вопросами, например, почему пользователь от нас ушел, почему он перестал пользоваться, например, приложением, такого рода анализ проводили. Более сложные какие-то вопросы для маркетинга, например, важно понять, что вот конкретно рекламная компания где-то там в определенной взятой стране привела оттуда там какое-то количество пользователей. Вот важно, понимать как можно быстрее это хорошее пользователь, ну как это, маркетинг какое-то свое слово применяет, качественный пользователь или это просто человек, который поставил программу и ушел, перестал ей пользоваться. Вот. И для них важно это определять как можно быстрее, потому что если можно в течение, там, не знаю, часов, дней сказать, что вот этот источник пользователей, рекламный источник, я имею в виду, он позволяет, он приводит к нам долгосрочных, качественных пользователей, которым нравится наш проект, которые пользуются дальше, а вот этот, например, он приводит непонятно кого, кто запустил и сразу удалил, например, приложение. Важно это как можно быстрее понимать, потому что макетинг свои бюджеты как-то планирует, да, если хочет эффективно расходовать. Ну, вот такие задачи тоже можно вполне решать с помощью. Слушай, а еще, кстати, если возвращаясь к вопросам геокодинга, слушай, вот в разных странах ведь разные вообще структуры там справочников и адресов, да, то есть у нас там в России одна, это там, и опять-таки там восемь уровней этих административного деления, там, не знаю, причем разные связи, вот, в других там странах совсем по-другому. Как вы в рамках там вот одного приложения, одного ядра все это, то есть так сумели красиво сделать, чтобы не зависеть от этого, так сказать, и при этом еще, чтобы все оно еще искалось как надо? Ну, у нас же не зря ребята из Гугла работали, работают. Вот, в общем, много было у нас попыток сделать хорошо. Понятно, что наш поиск пока не идеальный, там действительно сложные вопросы приходилось решать какие-то, но так как большинство пользователей у нас все-таки лояльны к нам, мы обычно узнаем из писем пользователей о том, какие очевидные поисковые ляпы у нас в коде нашим есть. То есть, когда пользователь пишет, вот, вроде очевидно, там, есть на карте объект, и он не находится, мы об этом, вот, конечно, узнаем, сразу же разбираемся с проблемой, смотрим, что и как. Был один не очень такой хороший момент, наверное, когда-то в прошлом году Google поставил условием фичеринга своего, какой-то ревьюер с Google сказал, что вот вы сейчас ищите и показываете результаты и возле позиции пользователя, и из вьюпорта перемешивайте их. А вот Google Maps так не делает. Сделайте, как Google Maps, чтобы только из вьюпорта было, и тогда мы пропустим вас дальше на фичеринг. Это было, конечно... Ну, да, такие уже, блин, подставы. Странно слышать, потому что, действительно, в нашем кейсе, особенно там в офлайне, как-то вот там, если есть позиция, это очень важный сигнал, который нужно тоже учитывать. Ну, и в целом, наверное, подробнее смогут рассказать наши ребята из команды поиска, вот, они там сейчас как раз этим процессом занимаются. Вот, ну, я так просто со стороны наблюдаю, вижу, что у них там разные задачи, разные проблемы приходится решать. Понятно, понятно. Слушай, ну, мы так вроде бы с тобой основные такие, все, какие хотели, темы пробежались, обсудили. Не знаю, если есть чего добавить в завершение, то самое время. Ну, что хотелось бы сказать. Главное не сдаваться, работать, и мне вот все это время, все эти пять, сколько там лет уже, было интересно и увлекательно работать над проектом. Ну, понятное дело, это мой проект тоже, в том числе. Когда делаешь что-то свое, оно делается совсем с другими силами, энергии. Вот, поэтому, наверное, хочется пожелать, всем делать то, что нравится в первую очередь, то, что хочется делать, то, что увлекает, то, что тянет. А дальше все получится. ты знаешь, это, конечно, да, так хорошо, но вот после разговора все-таки у тебя, ну, или там у вас, у команды, да, был не просто подход, а давайте возьмем там, как-нибудь сделаем, а вы очень так вот, ну, не знаю, видимо, то есть систематизировано с точки зрения какого-то инженерного подхода, то есть вы сразу закладывали какие-то вот очень важные базовые вещи, и мне кажется, это тоже очень важный момент, то есть если просто даже там взять, а давайте там не думаю, как-то сделать, оно может быть даже и получится, но может быть очень большая цена в дальнейшем всего этого существования. Абсолютно прав, Костя, я с тобой абсолютно согласен, и больше того скажу, вот прямо сейчас мы задерживаем наш релиз из-за нескольких неудачных инженерных решений, принятых нами несколько лет назад, вот, поэтому если работаешь над долгосрочным проектом, смотришь, думаешь о будущем, конечно же, обязательно надо тщательно взвешивать, принимать самые эффективные, долгосрочные инженерные решения, потому что самая надежная и лучшая система, которую сделал один раз и забыл, а она работает. Ну вот, да, это важный момент, так что товарищи, стоит обратить на них внимание. Обязательно, однозначно, конечно. Слушай, Саш, ну спасибо тебе большое, что пришел в гости, мы так давно тоже пытались все как-то состыковаться, наконец-то у нас это получилось, мне кажется, довольно-таки было интересно послушать, как у вас все это протекало с жизнью вашего проекта, то есть как он появился, развивался и что есть сейчас. Друзья, всем спасибо, что были с нами, и до новых встреч, пока-пока. Всем счастливо, спасибо, пока.